Ну вот в Сирии обжатывают своими людьми. Вот. Ну, еще пару раз полетит, а потом его собьют там все. Так а что будет в Сирии? Чем закончится? Ну, трудно сказать. Понимаете, они настолько владеют всей ситуацией, но... По сути дела, в Сирии будет воевать НАТО с Россией. Я думаю, и так сложится ситуация. Сегодня войну в Сирии в чем-то сравнивают с войной в Афганистане. Как Вы считаете, насколько корректно такое сравнение? Ну, я бы сказал, не совсем корректно. Потому что все-таки Асад, Асад фигура. Ну и... Дело в том, что у него есть определенные силы, которые его поддерживают, да. Ну, держится. Как его не давят, он уже много лет держится. Считаю, силы внутри страны или силы вне? Я считаю, внутри страны, ну и вне. Вот Россия. А те государства, которые идут за Россию, вполне вероятно, что поддерживают этот авторитарный режим такой. Просто это надо посмотреть внимательно. Вот, понимаете. Поэтому тут немножко, все-таки, это другое. Другая ситуация. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, Вы сказали, что в Сирии НАТО будет воевать с Россией. Чем все закончится? Предсказать сложно. Ну, я думаю, что НАТО победит. Я просто... Ну, с одной стороны, я этого хочу. Вы играете? Я хочу этого, да. Может, я поэтому так рассуждаю. Ну, просто стратегии... То есть, это не основные причины, да, для того, чтобы Удин из Сирии проиграл. Стратегии европейские и США все-таки соображают. Вот. Я считаю, что в России менее соображают. Хотя грамотные, конечно, люди. Но у Путина идея фикс. Я не всегда уверен, что он советуется с военными. То есть, Вы ставите под сомнение профессионализм российских высокопоставленных военных? Нет, именно я не ставлю их. Но я ставлю, что Путин с ними не всегда считается. Не считается. Я так считаю. Нет, я считаю, что там грамотные люди. Но они все, конечно, они под правительством, под властью. Там Советский Союз, Россия, Советская Федерация, Советский Союз. Вот. Сирию-уколодство. Да. Ну, вот такая ситуация. Да. Ну, а как оно, как оно закончится? Я просто... Я боюсь, что оно скоро не закончится. Вы сейчас осенью. Да, я боюсь, что оно скоро не закончится. Или оно закончится одним махом. Почему? Потому что там Саудовская Аравия уже и другие страны, которые против Ассада. А он держится за власть. Так же, как Путин держится за власть зубами. Не выпуская. Руссад понимает, что если все уступит, ему конец. Ну, вот он и так и держится.